Привет всем любителям радио! Сегодня в ремонт приехал Transiver i-com 718 Приехал он после грозы Симптомы следующие Что он оглох То есть тупой стал прием И перестал показывать Индикатор выходной мощности На самом деле Выход есть Показания Прибора Они напрочь отсутствуют Значит я попытаюсь Включить это радио Диапазон 20 метров И сейчас я подам Так прям включим Подам уровень С Сигнала S9 То есть 50 микровольт И посмотрим Насколько он глух Ну фактически 7,5 баллов Показывает Прибор Сейчас подам Уровень 9 плюс 20 децибел С-метр показывает 9 баллов То есть фактически Затухание В приемном тракте 20 децибел 20 децибел Это очень много Давайте попробуем Задействовать Аттенюатор Потому что В этой серии радио Крайне часто Выгорают Именно аттенюаторы После грозы Нажимаем кнопочку АТТ Ну как видите Сигнал увеличивается Но сейчас он не меняется Видимо так Совпало То есть однозначно Проблема есть Сейчас я вскрою Трансивер Посмотрим Что внутри Может быть Какие-то Видимые Неисправности Есть Повреждения Ну и Поищем Скрытые дефекты Я открыл верхнюю крышку Трансивера И первое Что бросилось В глаза Это Вот этот Неисправный элемент Который Находится В цепи Разъема Трансивера Антенного Это антенный разъем Этот элемент Явно поврежден То есть Видите Да Он расколот На две части Что это за элемент Это Грозоразрядник Сергей радио Игорь Харитон 350L Это значит Он предназначен На напряжение 350 вольт То есть Напряжение Срабатывания Этого прибора 350 вольт Максимальный защитный ток У него 20 ампер В пике 10 килоампер Вот Представьте Господа Что в момент Вот этих Грозовых Разрядов Происходит На ваших Антенных Разъемах Прибор Просто Банально Разрушился Пополам Лопнул Поэтому Еще раз Хочу Акцентировать Ваше внимание На Защите Ваших Трансиверов Делайте Дросселя Не ленитесь Вот таких Вот у вас Случаев Уже Не будет Едем Дальше Дальше Я предлагаю Снять Плату Фильтр Юнит Вот она Перед вами То есть На ней Находится У нас Датчик Прямой И обратной Волны Вот здесь Он находится Дальше У нас Здесь Пошел Антенный Разъем Для чего Я это делаю Именно С этого Датчика Снимаются Все сигналы На измерение Мощности На измерение КСВ На измерение LC То есть Интересующиеся Нас Диоды Находятся Вот здесь Сейчас Я их Прозвоню Посмотрим Их Состояние И в дальнейшем Будем решать Что Дальше Для наглядности Я вам попытаюсь Продемонстрировать Состояние Диодов По крайней мере Может быть Это у меня Получится Сейчас Я их буду В обратку Звонить Обратите Внимание На Показания Прибора Видите Да То есть 0,9 вольта Падение Показывает В обратную И другой Диод 1,1 вольта То есть Диоды В утечке Явно Находятся Подлежат Замене Так Еще один Момент Вот эти Два Последовательных Резистора Удалось Мне их Разглядеть С помощью Лупы Они номиналом 18 И 15 Килоом Сейчас я приближу Чтобы было понятно Что это И с чем Это Они также стоят В цепи Антенного гнезда Вот эти два Резистора Они просто в уголь Сгорели Там два Уголька Возможно Камера Этого Не передает Убедитесь В этом Сами Фактически Резистор Номиналом 33 Килоома Суммарно Превратился В уголь Вот такой Силый Разряд Был Неисправные Элементы На фильтр Юнит Я заменил Это Два Диода Два Резистора И Установил Плату На место Сейчас Посмотрим Как у нас Реагирует Прибор Измеритель Мощности На Излучаемый Сигнал До этого Он ничего Не показывал 1 2 3 Аля 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 1 2 3 4 5 Аля Аля То есть Все нормально Восстановилась Индикация Излучаемой Мощности Так АЛС А1 2 3 АЛС Тоже показывает КСВ Тоже самое Должно Установиться Хотя А1 2 3 А1 2 3 Да Нагрузка 50 Ом А1 2 3 Тоже Все в порядке Ну а сейчас Займемся Приемной Частью Будем Искать Почему И по какой Причине Приемник Стал глухим Искать Неисправность Будем На плате Майн Юнит На входной Часть Приемника То есть Входные Фильтра В этой Части Находится Коммутация Аттенюатора И Вот В принципе Даже Невооруженным Глазом Видно В этом районе Есть Нагар Следы Пробоя И Выходы Из строя Элементов Давайте Попробуем Приблизить Сейчас я Так вот Ага Ну видно Почернение Конденсатор И диод Диод Это Д801 По схеме Он Содержит Себе Два Диода Пин Диода Переключаемых Явно Это все Выгорело Дальше Переводим Взгляд Правее То же самое Черный Конденсатор И Черный Диод Да Вот здесь Если вам видно Я показываю Сейчас То же самое То есть Однозначно Сейчас В этом районе Будем Наводить Порядок Менять Вышедшие Из строя Элементы Это Пин Диоды Переключаемые Итак Пин Диоды Я заменил Вышли из строя Четыре Пин Диода Это Две Сборки Д801 И Д701 Давайте Включим Транссивер И проверим Работоспособность Приемной части Вот Обошвилитель С метра Начал Реагировать Транссивер Сразу скажу Непеределанный То есть Полный Дискомфорт В приеме Ну Как обычно Вы помните Мои предыдущие Переделки После которых Транссивер Становился Аппаратом Который Приятно было Послушать На котором Было приятно Поработать В эфире У нас здесь Ужас Давайте Предусилитель Выключим Предусилитель Выключим Аттимуатор Проверим Работает Аттимуатор Работает Аттимуатор Работает Ну Я не помню Я с кем-то работал В Подмосковье По-моему Вот так он Меня убеждал Что даже Даже Мол Рефлектора Принимают Участие Ну Я Все равно Слышком Мне Неудобно Было Пожалуйста Диапазон 40 метров Та же Самая Каша На уровне 8 баллов Сигналы Очень тяжело Считается В этом шуме Сигналы Я подключил к транссивилу генератор. Сейчас проверим показания с метра. Подаю уровень 50 микровольт. Все верно. 9 баллов. Давайте плюс 20 сделаем. 9 плюс 20 все соответствует. 9 баллов соответствует. Итак, давайте подведем итоги ремонта. В транссивере после грозы вышел из строя разрядник в цепи антенны. Резисторы защитные в цепи антенны. И 4 диода. То есть 2 сборки пендиодов. Все это было заменено. Транссивер находится в рабочем состоянии. Как вы видите. На этом, считаю, ремонт окончен. Всем спасибо за просмотр. С добрыми пожеланиями. Роман 4. Иван Николай.